Новые деревья на улице Северной выглядят так, как будто росли здесь всегда. Сегодня предпочитают приобретать крупномерные саженцы из питомников для формирования аллей. Практика показывает, что место новой зелени найдется даже в местах новой застройки. На субботник вышли сотрудники строительно-инвестиционной компании «Кристалл». За полгода на улице Ленина они возвели компактный жилой комплекс «Метеора». К посадке деревьев подключились не только строители, но и работники агентств недвижимости. Местные жители с восторгом встретили инициативу и пообещали оберегать деревья и ухаживать за ними. Я немерено счастлива, что нам помогают. А вот это деревца сажают, вот строители, они умнички. Я с ними живу в дружбе, в согласии. Строители решили благоустроить зону вокруг застройки, потому что понимают, зелень такому микрорайону подарит особенную привлекательность. А на следующий день строители «Метеоры» продолжили посадку березок у храма в конце улицы Ленина. Это была их инициатива и желание внести свою лепту в город, который они преображают современными новостройками. На прошлой неделе мы выполнили благоустройство прилегающей территории к нашей строительной площадке – посадку деревьев. На этой неделе мы решили продолжить добрую традицию, так как неделя является пасхальной, и посадить маленький скверик, прилегающий к территории нашего храма. Заместитель главы города Анжелика Бузунова считает, что пришло время возвращать традицию посадки деревьев, как это было во времена Советского Союза. Примерно так по субботам предыдущие поколения закладывали целые парки, а в греческом переулке по пути на набережную появилась аллея из Лип. Если каждый из нас в нашем городе поставит хотя бы по одному дереву, то у нас будет в городе лес. И мы надеемся, что эта аллея будет радовать наших жителей, наших гостей своей тенью и красотой. На городском уровне уже запустили проект с рабочим названием «Фамильное дерево». Главная идея – чтобы семья могла приобрести саженец и посадить его в определенном месте. Затем владельцы дерева смогут за ним ухаживать, а у семьи появится собственный символ.